Приветствую всех на канале программфикс у микрофона Нэтли, и в этом видео я хотел бы рассказать вам о том, о чем вы меня давно просили. Как же сделать плавную тряску в Adobe Premiere Pro? Погнали! Ну а перед тем как начать, нам нужно перейти по ссылке в описании под этим видео на Google Диск и скачать архив с нужными нам файлами. После того, как мы сделали все вышеперечисленное, открываем разархивированную нами папку. В открытшемся окне мы видим 8 проектов Adobe Premiere Pro. Каждый проект под свое разрешение видео. Для того, чтобы начать их использовать, мы открываем Adobe Premiere Pro. После того, как у нас открылся Adobe Premiere Pro, мы создаем, либо же открываем проект, где хотим использовать тряску. Далее, как у нас открылся проект в Adobe Premiere Pro, мы нажимаем File, Open Project. Открываем разархивированную нами папку и выбираем любой проект под разрешение вашего видео или картинки. В моем же случае я выберу 550+, Full HD. Во время открытия данных проектов у вас сможет подвиснуть Premiere Pro на 2-3 минуты. Это нормально, происходит подгрузка файлов. Далее, как у нас открылся проект с тряской, мы закрываем лишние папки. Далее, для того, чтобы использовать тряску, мы переходим в основной проект и переносим видео или картинку на таймлайн. У нас создается секвенция по размеру исходного видео. Я, пожалуй, уберу звуковую дорожку. И далее, чтобы добавить тряску, мы переходим в проект с переходами. Открываем папку Motion Shake. Здесь есть три вида тряски. 3D и Simple, на мой взгляд, не очень красивая тряска. Так что открываем папку Optics. И здесь видим Motion Shake Optics. Перед тем, как использовать данный шейк, мы выключаем группировку файлов в Adobe Premiere Pro. Эта иконка должна быть серой. Далее, как мы отключили группировку файлов, переносим наш шейк на таймлайн поверх исходного видео. Так как мы отключили группировку файлов, теперь мы можем удалить превью данного шейка. Ну и вот готовая тряска в два клика. Также в своих видео я немного видоизменяю данную тряску. Для этого нажимаем по ней один раз. И далее переходим в вкладку Effect Controls. Если данной вкладки у вас нету, то переходим в Window и Effect Controls. У меня же она есть. В окошке Effect Controls опускаемся в самый низ и видим Length Distortion. И меняем значение изгиба экрана. Я ставлю минус 5. Ну и вот экран становится менее изогнутым и более приятным. Также в данном паке есть не только тряска, но и куча переходов, которые я использовал в своих видео на протяжении года. Ну а я надеюсь, вам это видео понравилось. Вы, конечно же, поставите лайк, подпишитесь на канал. Не забывайте про колокольчик. Также оставляйте свои божественные комментарии. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok